Сейчас мы будем тестировать чайник. Хитфорд КТ 633. Ты что-то на пау бросаешь? Так не я же буду с пола поднимать. А мне пофиг, я тоже убирать не буду. И я не буду. Какой красивый чайник. А сейчас мы проверим, насколько он умный. Чего ты бросаешь на пол? А мне пофиг, не я же буду с пола поднимать. И мне пофиг, я тоже не буду поднимать. А где вода? А мне пофиг. А где 220 вольт, а? А мне пофиг. И пофиг. Мне тоже пофиг, нам хватит. А не взорвется? А мне пофиг. Или мне пофиг. Надеюсь, не взорвется. Давай проверим, насколько этот чайник умный. Сейчас будем проверять его ум. Так, сейчас я вот ему пытаюсь по телефону позвонить. Ну, на телефонные звонки не отвечает. Правильно делает. У него в должностной инструкции написано, воду кипятить, а не на телефонные отвечать. Реально умный чайник. Никакие персональные данные не сольет. А сейчас я ему задам какие-нибудь провокационные вопросы на политическую тему. Эй, чайник, чей Крым? А он молчит. Эй, чайник, как ты относишься к спецоперации России в Украине? Молчит. Эй, чайник, а как ты относишься к частичной мобилизации? Молчит. Ну да, пыхтит, воду греет и молчит. И молчит. Реально умный чайник. Умнее некоторых людей. Да, некоторые люди много неприятностей нажили, отвечая на такие вопросы. А чайник выбрал довольно мудрую стратегию. Он просто молчит и все. Молчит, пыхтит, воду греет. Да это мечта любого работодателя. Такой сотрудник. Мечта любого работодателя иметь сотрудника с интеллектом, как у этого чайника, который будет выполнять свою работу и не говорить лишнего. Реально умный чайник. И реально красивый. Редкое сочетание красоты и ума в чайнике Китфорд 633. Мы пьем чай из умного и красивого чайника. Под нами пуфик на пофиг. И пуфик. И чайник.